Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Продолжаем знакомить вас с ключевыми сотрудниками нашей организации, от которых зависит успех всего проекта Skyway. Сегодня мы с вами в гостях у Павла Терро, который является ведущим архитектором управления проектных работ закрытого акционерного общества струнные технологии. Павел, расскажите, будьте добры, о вашем пути в проект Skyway. Какое у вас образование, какой опыт работы? Ну и позже, естественно, мы спросим, чем вы занимаетесь в рамках проекта. Я закончил Белорусский национальный технический университет, работаю с 2005 года по специальности архитектура. Начинал трудовой путь в государственном учреждении, занимающемся проектированием объектов агропромышленного комплекса. После наступления кризиса очередного пришлось искать новые пути. Где-то после 2009 года, да? Да, да, да. Как раз вот самая первая эта волна. Вот. Пришел на частную фирму, тоже более-менее развивающуюся, которая проектировала объекты энергетики. Вот. Протрудившись там до 2015 года, вот, наработал достаточный опыт, связи и знания. Вот один из моих приятелей подсказал, что есть такой проект. Вот, посмотри, вот тебе ссылка в интернете, может, будет интересно, приходи, побеседуешь. Вот. Чисто внешне понравилось что-то новое, инновации какие-то. Вот. Чисто внешне это вы имеете в виду девушек, сотрудниц вашего управления, которых уже многих мы показывали в своих репортажах. Управление мы еще не видели. Чисто изображения какие-то, вот такие красивые панорамы и так далее, с каким-то непонятным, на тот момент, видом транспорта, который ездит между ними. Вот. Пришел на собеседование один раз, второй раз, в принципе, заинтересовал и компанию, и она меня заинтересовала. Ну, так и сошлись, в принципе. И задержались? Задержались, да. По сей день, с августа месяца 2015 года. Все ясно. Судя по тому, что вы ведущий архитектор, у вас есть какой-то свой участок работы. Не могли бы вы рассказать, ну, во-первых, чем занимается управление, в котором вы трудитесь, и в рамках задач, стоящих перед управлением, ваш участок. Расскажите нам, пожалуйста. Наше управление занимается общими задачами проектирования, составлением рабочей документации, предпроектных работ изначально, например. Ну, и в целом, по выпуску рабочей документации для стройки, для проектирования, для согласования, ну, и так далее. То есть вы сейчас занимаетесь разработкой документации для строительства экотехнопарка? Да, непосредственно, и для этого тоже. Вот это красивое монументальное сооружение за вашей спиной, в котором узнается без труда транспортно-логистический узел SkyWay, совмещенный с концевой анкерной опорой. Это в какой-то степени и ваша разработка, я понимаю? Да, даже не в какой-то степени. Идея посыл была сделана генеральным конструктором, вот. Но начинка, именно архитектурная увязка, владея нами, вот, посадка ее на местности, спроектирована конструкция железобетона соседним нашим бюро, отделом, нашими коллегами, приятелями, товарищами. Вот, наше управление тесно работает и с ними, и с проектировщиками подвижного состава. То есть у нас целый комплекс такого классического проектно-конструкторского института, можно так сказать. Ну, уже с кровлей, которая совмещена и зоной отдыха, и она будет зеленой, и так далее, мы уже знакомы. Потому что уже Надежда нам в одном из интервью сотрудница вашего же управления рассказывала. А вот на втором, на первом этажах, как я понимаю, там будет вокзал или станция пересадки городской линии, а на первом этаже музей, так ли это? Конкретно для этого здания, да, на перспективу с учетом реконструкции и присвоения этому зданию других классов сложностей, потребительских качеств, да, все это будет предусматриваться. Вот, и на примере вот этого небольшого здания мы будем пробовать, испытывать все эти моменты. В транспортном, или транспортно-инфраструктурном комплексе, транспорт на первом месте, инфраструктура все-таки, хоть и на втором, но тоже очень важна. Да, то есть она приобретает особое значение. Правильно ли я понимаю, что наработав какой-то опыт в экотехнопарке, вы сможете уже проектировать нечто подобное для любого адресного проекта, где бы это ни происходило, в любом месте земного жара? Да, да, адаптировать конструктивные решения по нормативным актам той или иной площадки строительства. Все это возможно. Единственное, нужно будет непосредственно изучать ту нормативную базу той местности, той страны, к примеру, где мы будем внедрять свой проект. Но, по крайней мере, типовые какие-то конструкции, элементы, узлы, касаемо конструктивных элементов, сочетания архитектуры и технологий, мы можем это будет внедрять и в дальнейшем. Спасибо большое, Павел. Очень важная у вас работа. Желаю вам успеха. А всем нашим зрителям скажу, подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsv.defisystems.com, поддерживайте наш проект. Это все, что вы делаете, приобретет особую важность. Строй Skyway и спасай планету!